Друзья, всем привет! С вами интернет-магазин Antelife.com.ua Как всегда, Александр. Сегодня задался целью ответить на один из таких самых важнейших вопросов, которые задают нам клиенты, когда звонит человек и говорит, что хочу восьмиядерный телефон, смартфон. Повыходило много интересных моделей. Хочу пятидюймовую модель. Перед вами четыре смартфона пятидюймовых. И спрашивают, у кого какой экран, у кого лучший экран, что нравится допустим, лично мне. Потому что я тоже на телефонные звонки отвечаю. Я, в принципе, подобрал для вас четыре модели пятидюймовых, примерно с одинаковыми техническими характеристиками в плане экрана, в плане железа, само собой. И хочу показать вам, поразмышлять вместе с вами о том, какие экраны в этих смартфонах. Сразу же я говорю о том, что да, да, я помню, конечно, что есть такая модель Idol XTCL S960. Я уверен, что у этой модели экран просто шикарный, потому что я держал в руках четырехъядерную модель, восьмиядерной. Мне, увы, не довелось поддержать, но я уверен, что экран был бы, наверное, лучшим среди всех этих вариантов, потому что там экран действительно шикарный, но, увы, его нет. Что я подобрал для вас? Для вас я выбрал четыре модели, запоминайте, это Течель V200S, это Течель T100S, это ZOPPO ZP980+, и это iOcean X7S. Они все 5-дюймовые, они имеют Full HD экран, кроме V200S, у которого просто обычный HD экран. Эти модели имеют восьмиядерный процессор. Собственно, разрешение только у этой модели самое, скажем так, плохое, если так можно выразиться. Технология выполнения экранов IPS у четырех моделей и технология выполнения стекла с дисплеем OGS, то есть воздушных прослоек здесь нет. Итак, что, с чего я хочу начать? Я хочу вам открыть Antutu и показать все-таки какое разрешение на каждой из этих моделей. Буду рассматривать их вот в таком вот формате, чтобы вам хоть что-то было видно, чтобы была хоть какая-то наглядность. Сейчас покажу вам разрешение каждого смартфона. Видите, что здесь Full HD, Full HD, Full HD, а здесь обычное HD разрешение. Что касается экранов, я еще хочу сказать пару слов, отойти от темы. Я не профессионал, я не разбираюсь особо в этих тонах, что, как, будут комментаторы, что, как можно сравнивать, если ты не разбираешься. Я сравниваю, потому что люди задают этот вопрос, я сравниваю, потому что в интернете никто этого не делает, нет таких обзорщиков, которые готовы рассказывать про свою технику вдоль и поперек. Я сравниваю, это для наших клиентов, в первую очередь, для всех подписчиков и для всех тех, кому это интересно и кто хочет увидеть. Я не претендую своим размышлениям, чтобы вы к ним однозначно прислушивались. Я вам покажу, а вы уже делаете вывод для себя сами, самостоятельно, что вам и как вам хочется. Поэтому давайте смотреть. Во-первых, я установил программки на эти модели. Программки такого, то есть, просто цветопередача, вот это вот, чтобы увидеть. Начнем мы с серого оттенка. Я не могу вам особо как-то так по-разному их показывать. Я вам показываю, что в принципе, все эти оттенки, они вполне идентичны. Особой какой-то разницы в этих всех смартфонах нет в плане цветопередачи. То есть, по моим личным наблюдениям, например, смартфон iOcean X7XS он, скажем так, несколько желтит. У него картинка не такая чистенькая, не такая беленькая, как бы мне этого хотелось. Я вам сейчас постараюсь это показать. Вот я вам выставил эти цвета. Сверху я не зря положил THL T100S и ZOP980+. Я считаю, что у них экраны в этой ценовой категории и вообще среди этих 5-дюймовых моделей они лучшие. Вот так вот передается красный цвет, зеленый. синий. Вот цвета одновременно. Давайте зайдем также в галерею и посмотрим фотографии, которые я для вас картинки, которые я для вас приготовил. темная картинка. Если я открыл эту темную картинку, я вам сразу же приглушу свет, чтобы вы могли видеть эту матрицу. Я вам хочу сразу продемонстрировать основной недостаток модели THL V200S в плане экрана. Я вам включил свет, чтобы вы увидели, что это именно этот смартфон. Я сейчас держу в руках. Вот он. Когда его берешь по диагонали, то есть начинаешь его под углами смотреть, вот темный экран превращается в такую, в серую. Как пленочкой покрывается он. это один из недостатков этой модели. Например, если брать THL T100S, то такого эффекта здесь вы наблюдать не сможете. То же самое касается и ZOPPO 980+, тут тоже шикарный экран, который мне очень нравится. Что касается желтизны у iOcean X7. Смотрите, возьму я даже вот эти две модели. Я не знаю, видно на камеру, не видно особо, но я вижу, что вот, например, слева у меня такие тона, где белый, там белый, где синий, там синий, а здесь, на этой модели, ну, несколько эти все тона, немножко так приукрашены в желтый цвет. А когда держишь по отдельности эти смартфоны, любую из этих моделей, можно сказать, что экран шикарный везде. То есть, я не сторонник вот этих вот там замеров, там, какие построения диаграмм. Я смотрю и я могу сказать, что да, мне этот экран нравится, или нет, мне этот экран не нравится, или там, мне не нравятся углы обзора, или мне не нравится, что вот он, я на него смотрю по диагонали, там, сбоку, или там, где-то он у меня лежит, и я прохожу, смотрю, мне не нравится, там, как, допустим, он под углом, то каждый из этих экранов, я когда тестировал, я говорил, что экраны действительно классные, и я этому мнению не изменяю, однако, я пришел к выводу, когда я тестировал эти модели, что из этих четырех смартфонов, если брать только экран, если отвечать на вопрос, у кого экран лучший, я могу сказать, что экран лучший вот у этих двух верхних моделей, это тест ОС и это зопа 980, мне очень нравится то, что эти экраны идеальны в плане углов обзора, картинка абсолютно никак не преломляется, под какими бы углами я их не брал, темные картинки у меня, допустим, или светлые, эти смартфоны обладают классным действительно классным углом обзора, я не могу сказать, что обладает плохим углом обзора эта модель, она тоже классная, но из-за того, что картинка немножко желтит, я считаю, что экран у нее хуже, из-за того, что здесь под углом обзора и когда под диагональю на темных картинках экран немножко уходит из темного превращается в такой серый подсвечивается, я тоже считаю, что этот экран хуже, поэтому я выделяю для себя вот эти вот два экрана УЗОПО 980 и ТЦЛ, точнее, ТЦЛ Т100С, два экрана лучших, они по яркости классные, действительно, по цветопередаче мне очень нравится, поэтому вот такой вот мой выбор, ну и на фоне, скажем так, на фоне всего-всего-всего, что я знаю и про эту модель, что я знаю про эту модель, я выбираю ТЦЛ Т100С, я считаю, что это оптимальный вариант, если вам нужен крутой экран, если вам нужен стабильный смартфон, ну и по дизайну мне очень он импонирует, на этом все, далее будет у нас такой, в таком же стиле обзор сравнение моделей побольше его размера, там будет 5,5 и 6 дюймов, будет Lenovo, будут ТЦЛ Т200, 998, ZOPO 990, и потом я в конце этого ролика сравню ту лучшую модель, которую я выберу там, и вот этот вот ТЦЛ Т100, который я выбрал скажем так здесь. На этом все, спасибо за внимание, не судите строго, опять же повторюсь, я вам показывал картинки, делайте свои выводы сами, кому какая картинка нравится больше, и кому какой экран тоже нравится больше, мне нравится больше ТЦЛ Т100. На этом все, кому интересно, подписывайтесь, будет всего много-много разного. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok